Добрый вечер, это программа После новостей, меня зовут Илья Зайцев, мы работаем в прямом эфире и сегодня вместе с нашим гостем поговорим про кредитные кооперативы, которых стало много и на что нужно обращать внимание красноярцам, которые хотят или думают вкладывать ли туда деньги. У нас в студии Роман Андреевич Никольский, зам управляющего отделением Красноярцбанка России. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Роман Андреевич, вот для начала абсолютно очевидно, что главный вопрос, который возникает по поводу кооперативов, это высокие проценты, которые кооперативы не очень добросовестно и обещают. Вот есть ли некая грань, которая должна насторожить человека, который хочет вложить или думает вложить туда деньги? Ну, высокая доходность – это всегда высокий риск, нужно исходить вот из этого посыла. Кроме того, хотел бы указать, что недобросовестные участники финансового рынка, недобросовестные кредитные потребительские кооперативы зачастую используют вот такой термин, как гарантированная высокая доходность. Термин гарантирования доходности на финансовом рынке запрещено, это сразу должно настораживать. Кроме того, часто в рекламных объявлениях недобросовестных кредитных потребительских кооперативов можно встретить вклад, объявления о вкладе в КПК, что тоже не соответствует закону, потому как вклады привлекают только банки. И я полагаю, что использование термина «вклад» в КПК используется намеренно, чтобы ввести в заблуждение потребителей финансовых услуг. Вот смотрите, два признака недобросовестных мы уже выявили. Это неадекватно высокий процент. Но для понимания, вот в банках сейчас какой средний процент? Ну, я могу сориентировать на максимальную ставку, определенную по 10 лидерам, по объему привлеченных банковских вкладов, там 7,5 ориентир процентов годовых, это вот по лидерам рынка. Банк России рекомендует кредитным организациям устанавливать процентные ставки по вкладам 7,5 плюс 3,5 процента. То есть 11. То есть и если 11, мы уже понимаем, что в любом случае это риск, потому что высокие проценты – это всегда повышенные риски. Более высокие проценты – это более высокий риск. То есть чем больший процент предлагает некая организация, то, соответственно, тем больше этот риск есть. И еще одна важная вещь. Мы же помним, что когда вот началась такая активная кампания по финансовому информированию людей, банки в своей рекламе начали указывать, что все вклады застрахованы, значит, логотип соответственного агентства по страхованию вкладов, то же самое сейчас делают некоторые кооперативы. Вот в этом плане это страхование чего? И как человек может проверить, застрахованы или не застрахованы? Или это вообще не то страхование? Действительно, в рекламных объявлениях недобросовестных кредитных потребительских кооперативов можно встретить объявление о том, что паи, значит, сбережения в кредитных потребительских кооперативах застрахованы. Закон не обязывает кредитные потребительские кооперативы страховать личные сбережения граждан. И сбережение вкладов действует только в отношении банковских вкладов. Ответственность застрахована в государственной корпорации, агентство по страхованию вкладов. И в этой связи я бы советовал потребителям финансовых услуг выяснять, какая страховая компания страхует сбережения в КПК, посмотреть и внимательно прочитать копию договора страхования, уточнить какой рейтинг имеет страховая компания и вообще имеет ли она лицензию на такой вид страхования. Это можно сделать на сайте Центрального банка в сети интернет. Есть еще один нюанс. Я рекомендую выяснить, что считается по договору страхования страховым случаем. То есть в каком случае страховая компания что-то будет возмещать? Да, действительно. Если в отношении страхования банковских вкладов страховым случаем является отзыв лицензии, это происходит оперативно, быстро, то есть все понятно. То очень часто в договорах страхования по КПК страховым случаем является судебное решение о признании КПК банкротом. Банкротство это очень продолжительный процесс. И как правило признание КПК банкротом происходит гораздо позднее, чем на период, когда завершается срок передачи личных сбережений в КПК. То есть за этот период может не наступить страховой случай и не возникнет обязательства страховой компании возместить ущерб в такой ситуации. То есть еще третий пункт в нашем листе, на что нужно обратить внимание, что страхование этих самых сбережений – это не то же самое, что государственное страхование вкладов в рамках государственной системы страхования вкладов. Да, банковских вкладов. Ну и еще же, и это касается непосредственно вас, как представителя Центрального банка, а зачастую не очень добросовестные кооперативы еще так прям проговаривают. Там потребительский кооператив включен в реестр Центрального банка под таким-то номером. Что это значит? Потому что люди-то думают о том, что ну раз Центральный банк включил в реестр, значит этот кооператив точно нормально, туда можно нести деньги. Илья, я встречал даже другие объявления, которые говорят о том, что Центральный банк лицензирует и контролирует деятельность КПК. Как на самом деле? Центральный банк ведет государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, делает он это на основе данных Федеральной налоговой службы и саморегулируемых организаций. При внесении в реестр Банк России не проводит проверок КПК, контроль, надзор за деятельностью КПК осуществляет саморегулируемые организации. То есть это общественная организация примерно таких же потребительских кооперативов? Да, это добровольное объединение по отраслевому признаку, это некоммерческие организации и под саморегулированием, в соответствии с соответствующим федеральным законом, понимается самостоятельная инициативная деятельность участников финансового рынка. Содержание этой работы заключается в том, чтобы установить правила, стандарты деятельности участников и осуществлять контроль за их соблюдением. Скажите, пожалуйста, вот если предположить, что человек увидел рекламу, услышал, либо по дороге с работы увидел вывеску этого потребительского кооператива, который не соответствует тем требованиям, что он может сделать, чтобы защитить и себя, и остальных? Куда он может пожаловаться? Вот здесь вот несколько нюансов, да? Вот первый совет, который я бы хотел здесь дать. Как узнать вообще статус этого КПК? Есть сайт Центрального банка. Я предлагаю обратиться в сети интернет, на сайте ЦБ к этому государственному реестру с тем, чтобы определить, данный КПК включен ли в государственный реестр. Первое. Второе. Определить, является ли он членом саморегулируемой организации. Это тоже важно. По той причине, что по закону привлекать сбережения пайщиков, привлекать новых пайщиков в праве только КПК, которые являются членами саморегулируемой организации. В том случае, если КПК не включен в саморегулируемую организацию, но привлекает сбережения, привлекает новых пайщиков, рекомендуем проинформировать Центральный банк. То есть отправить обращение на том же самом сайте? Да, да. Через интернет-приемную банку России это можно сделать. Кроме того, у потребителя финансовых услуг есть возможность обратиться к сайту саморегулируемой организации с тем, чтобы выяснить, проводилась ли саморегулируемая организация проверка КПК, каковы ее результаты, и здесь уже принять решение. Готовы ли вы принять такие риски, заключив договор о передаче лиственных сбережений в это КПК или нет под эту доходность? Вот смотрите, это важный же момент, потому что люди привыкли к тому, что банковские вклады застрахованы, что их средства возвращаются. В случае, если что-то вдруг происходит с кооперативом. Я же правильно понимаю, что здесь Центральный банк вряд ли уже поможет. То есть людям необходимо будет обращаться в суд и самостоятельно добиваться, что называется, правды. В случае, если кооператив не возвращает личные сбережения, которые были переданы по договору о хранении личных сбережений, возникает гражданско-правовой спор. И законодательством Российской Федерации предусмотрена защита законных прав и интересов пайщика в судебном порядке. Заявление в арбитражный суд. Но Банку России, как единому регулятору финансового рынка, важно понимать, что возникли такие ситуации. С тем, чтобы проконтролировать эту ситуацию. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы получать такие обращения, да, их обобщать и принимать в курсе ситуации. Спасибо большое, Роман Андреевич. Я в завершении несколько обобщу все, о чем мы сегодня говорили. Высокий процент – это дополнительный риск. Страхование, которое указывают кооперативы, совершенно не то же самое, что страхование вкладов в коммерческих банках. Ссылки на Центральный банк России тоже не гарантия, потому что Центральный банк только включает в реестр. Все остальное – это ответственность регулируемой, саморегулирующей организации, самих вкладчиков. Поэтому будьте осторожны, обращая внимание на слишком высокие и неприличные проценты. Наши зрители сегодня спрашивают про конкретные кооперативы, но мы договорились, что мы не будем анализировать их работу. А вы просто будьте осторожны. Это была программа «После новостей». Увидимся завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова